Этот знаковый документ главы государства стал настоящим драйвером развития сферы, которая, к слову говоря, в этой части Узбекистана является традиционной. Как говорят бывалые животноводы, будет корм, будет и скот. Да, наличие хорошей кормовой базы – обязательная составляющая для достижения нужного результата в данном направлении. Кстати, этот момент особым пунктом прописан в адресном документе. Вот уже второй год подряд на самых окраинах Каракалпахстана проводится масштабная работа по созданию громадных плантаций кормовых растений. На ваших экранах поселок Алиаул, что находится в отдаленной части Муйнака. Всего несколько лет назад эти территории были покрыты сплошным сорняком. В позапрошлом году эти земли были взяты в хозяйственный оборот. И вот на 100 гектарах, где некогда рос бурьян, теперь плодоносят кукурузные плантации высшего сорта. Да, данный сельхозпроект здесь считают образцовым. Так, председатель Жокарги Кингеса Каракалпахстана привез сюда группу животноводов и фермеров, для того, чтобы последние могли перенять передовой опыт по созданию богатой кормовой базы для животных. Кстати, посевные площади здесь используются максимально эффективно. После сбора кукурузы сразу же ведется посев пшеницы. Сложные агротехнические мероприятия выполняются с помощью современной сельхозтехники. Данная процедура называется «Заготовка силоса из кукурузы». Это все в том же Аляуле, на ферме, которая в предыдущие десятилетия находилась в заброшенном состоянии. Объект был реанимирован в рамках государственной программы по развитию сферы. Очень уместные мероприятия. Сегодня мы увидели то, как на окраине Муйнака заготавливается силос. Несмотря ни на какие обстоятельства развитие животноводства в отдаленных районах Приоралья идет своим чередом. И очень важную роль в этом процессе играет создание кормовой базы. Это то, что мы сегодня увидели своими глазами. Благодаря таким важным условиям поголовье скота в этих краях будет стремительно увеличиваться. А это, безусловно, позитивный момент в плане создания новых рабочих мест. Увеличение поставок мясной продукции на рынки страны. И, конечно, мне, как сотруднику этой отрасли, очень приятно видеть такую картину. Да, сегодня в Каракалпахстане наблюдается настоящий животноводческий бум. Сельская молодежь массово потянулась в этот сверхприбыльный сектор экономики. Отсюда и такой солидный результат, что вполне является закономерным явлением.